Гора Афон – название горы и одноименного полуострова в греческой Македонии на севере и восточной Греции, также известного как «Цвятая гора». В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой горы». Это самоуправляемое из сообщества 20 православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константина Польского Патриарха, является крупнейшим в мире средоточием православного монашества. Суверенитет Греции над полуостровом закреплен Лозаннским договором 1923 года. Режим самоуправления исходно базируется на положениях Первого устава, Святой горы Афон, утвержденного Хрисовулом императора Иоанна Цемисхия в 972 году. В отличие от большей части Константина Польского Патриархата, на Афоне используется исключительно юлианский календарь, в том числе и в административных документах. В 2001 году население Афона составляло 2262 человек. Для сравнения, в 1903 году население горы Афон составляло приблизительно 7432 человек, а в 1917 году около 10500 человек. Для православных всего мира одно из главных святых мест почитается как земной удел Богородицы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из самых известных обычаев монашеской горы Афон является запрет на въезд женщинам и животным женского пола. Происхождение названия, древнейшие названия полуострова Актии Афон, в честь мифического фракийского гиганта Афона. Согласно мифу, Афон бросил огромный камень в Посейдона, который упал в Игейское море. По одной из версий этой легенды, могила Посейдона находилась на Афоне. Согласно первому известному уставу, утвержденному императором Иоанном Цемисхием, Афон именуется просто «Гара». Наименование же «Святая гора» побеждает в первой половине XII века, когда грамота 1144 года императора Алексея Комнина монастырю Великой Лавры определяет официально и окончательно новое имя. И псилон, 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 и К берегу Афона в том месте, где ныне находятся Иверские монастыри, Дева Мария так была поражена красотой этого места, что попросила у Бога это место себе в удел, на что получила ответ. Сигма Афонский полуостров является крайне восточной оконечностью полуострова. Его протяженность с северо-запада на юго-восток около 60 километров, ширина от 7 до 19 километров, площадь 335,637 квадратного километра. Рельеф полуострова постепенно повышается к юго-востоку и переходит в скалистую горную цепь, заканчивающуюся мраморной пирамидой горы Афон. В месте, где низменный перешейк переходит в холмистую уравнину, носящую название Мигали Вигла, расположен город Уранаполис. К востоку от него с 20-х годов XX века проходит административная граница Святой горы. Залив между Афоном и лежащим к югу полуостровом Ситания именуется Сингетикос или залив Святой горы. Залив к северу от полуострова Афон, залива Майерису, в море, в нескольких километрах к северо-востоку от Афона находится самая большая пропасть Сигейского моря. С резким перепадом глубины с 80 до 1070 метров полуостров имеет более 20 мысов. Крайние оконечности на юге – мыс Нимфея, другие названия – Пенюс, С.В., Георгия, Капа Санта. На востоке – мыс Сократос. К крутых скалистых берегах имеется всего несколько крупных бухт, главной из которых является Дафни – порт Святой горы, куда прибывают суда с материка и где находятся таможенные, почтовые и полицейские участки. Административный центр Святой горы Корея находится в самом центре Афона и соединен с Дафнией дорогой. Грунтовые шоссейные дороги, проложенные в основном с середины 80-х годов XX века, ведут отсюда и в другие концы полуострова. Автотранспорт используется преимущественно для перевозки грузов. Климат субтропический, с мягкой дождливой зимой и жарким летом, за исключением южного пика и прилегающих к нему скал. Почти весь Афон покрыт богатой растительностью, иловыми, каштановыми, дубовыми лесами, густым кустарником. На нижней части горных склонов много платанов. В верхней зоне вересковых пустошей здесь выращивают цитрусовые яблони, груши, черешню, грецкие орехи. Насажены виноградники и плантации оливковых деревьев. Снег выпадает редко и держится недолго. Источниками питьевой воды служат стекающие с гор ручьи. История, древность и ранее античность истории Афона, как и всего полуострова Халкидики, свидетельствует о том, что человек поселился там в глубокой древности. Красота афонской природы, мягкий климат полуострова Халкидики и удивительный рельеф его местности способствовали ведению здесь уединенной жизни. Первыми известными жителями полуострова были ифракийцы в пятом веке до н. И к ним присоединились греки из Халкидики, благодаря которым произошла эллинизация местных жителей. Основным родом деятельности их являлось сельское хозяйство, животноводство и рыболовство Александр Македонский и его преемники. Период Македоно-Персидских войн Александр Македонский, воодушевленный своими военными успехами, вынашивал идеи создания разного рода монументов для увековечивания подвига в своей победоносной армии. Зная об этом и желая завоевать благосклонность царя, молодой архитектор по имени Дейнократ предложил высечь из горы Афон огромную статую. По сообщению Витруве, Дейнократ так описал свою идею Александру. «Я составил проект сделать из горы Афон извояние в виде мужа, в левой руке которого бы находился укрепленный город, а в правой – чаша, вбирающая воду всех находящихся на горе потоков, чтобы из нее она вытекала в море. Александру Македонскому понравился необычный замысел Дейнократа, но от реализации такого проекта он все же отказался. Дейнократ же остался при царе и впоследствии составил проект планировки Александрии Египетской. После смерти Александра Македонского, правитель Македонии Кассандр основал где-то поблизости от горы Афон город Уранополь, что значит «небесный», в честь Урана, греческого божества, сетавшегося покровителем неба. Сейчас название Уранополь носит небольшое поселение, находящееся у самой границы монашеской республики. Становление монашеской общины Афона Превращение Афона в исключительно монашеское обиталище произошло после Трульского собора, восстановившего в частности в отношении скитающихся пустынников. Аще восхотят и Элт, и Кте, то определять их в монастырь и причислять их к братьям. Аще же не пожелают сего, то совсем изгонять их из градов и жить им в пустынях, от коих именования себе составили. Многие из таких скитальцев, которых было много по причине нашествия Магометана, особенно в Константинополе, устремились на Афон. Византийский период Расцвет монашества на Афоне произошел во время царствования Василия Македонии Нина, который письменно утвердил в 883 году Афон как место исключительного проживания монахов. В ходе крестовых походов Афон политически подпал под власть католиков, однако монахи отвергли идею и в 1308 году Афон испытал погром со стороны каталонских наемников, однако XIV век – это век расцвета Афона, где распространяются идеи сихазма. Афон под владычеством Османской империи. После захвата Солоник турками в 1430 году монахи Афона немедленно принесли заверение повиновения султану Мураду II после падения Константинополя. В 1453 год Афон продолжал долгое время пользоваться прежними правами и привилегиями, но в 1566 году султан Селим II своим указом отобрал у афонских монастырей всеимения. В 17-18 веках Афон стал местом греческого просвещения, учености и книгоиздательства. При ватопедии в середине 18 века была основана Афонская академия, при лавре была устроена типография, зародилось движение колевадов. После восстания 1821 года последовала турецкая военная оккупация Афона и репрессии. Уцелевшие монахи расселись по островам Архипелага. Адрианопольский мирный договор между Россией и Турцией в сентябре 1829 года обеспечил прекращение турецкой оккупации и возвращение монастырских имений Афон в эпоху Балканских войн. 2 ноября 1912 года полуостров Босмория занят войсками греческого королевства. Русское правительство потребовало вывода греческих войск, которые были выведены с территории Пантелеймонова монастыря. Русские монахи в гражданском отношении продолжали подчиняться русскому посольству в Константинополе. На лондонской конференции в декабре 1912-январе 1913 года Россия предложила предать Афону статус автономной монашеской республики под протекторатом шести православных держав России, Греции, Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории. Против такого проекта выступило греческое монашество Афона, требовавшее присоединения к греческому королевству. В 1913 году в Афоне произошли волнения, связанные с деятельностью сторонников имяславия. В январе 1917 года на Афон высадился франко-русский отряд численностью в 150 человек Афон в составе Греции. Принятая в мае 1924 года священным кинотом уставная хартия Святой горы Афонской, законодательно признанной Грецией в 1926 году, не была подписана представителем Пантелеймонова монастыря. Хотя в 1940 году Пантелеймонов монастырь согласился исполнять ее предписание как действующего государственного законоположения. В годы Второй мировой войны священный кинот Святой горы направил Адольфу Гитлеру письмо с просьбой сохранить монастыри от разрушения. В результате ни один из монастырей Афона во время оккупации не пострадал и не лишился своего самоуправления. В 1942 году священный кинот от имени 3200 афонских монахов выразил благодарность немецким властям за их религиозную политику. Закон Греции 124 969 отнимал у монастырей право самоуправления и давал полномочия губернатору, что вызвало сильные протесты как на Афоне, так и у руководства поместных церквей. В июне 1963 года торжественно праздновалось тысячелетие монашества. На Афоне в торжествах принимали участие предстоятели ряда поместных церквей. Древнейшие из 20 монастырей, расположенных на полуострове Лавра, был основан в 963, а позднейший – Ставроникита, в 1542 году. На Афоне на протяжении его истории подвязались монахи различного происхождения монастырей и знали периоды расцвета и упадка. Минимальное число насельников Святой горы было зафиксировано в 1971 году, после чего наблюдается неуклонный рост. С последней четверти XX века, после демократизации Греции и включения Афона в список всемирного наследия ЮНЕСКО, наблюдается новый подъем как чисто туристического, так и религиозного интереса к Афону. Среди наиболее известных святогорцев XX века можно назвать Силуана Афонского Иосифа Исихаста и Паисия Святогорца. Конституционно-правовое положение и администрация. В 676 году император Константин Паганат передал весь полуостров в вечную собственность населяющим его монахам. До XVII века управление Афона носило монархический характер и осуществлялось протом. Действующая Конституция Святой Горы Уставная Хартия Святой Горы Афонской 1924 года, ратифицированная 10 сентября 1926 года и имеющая силу государственного закона Греции. Особый статус Святой Горы закреплен в статье 105 действующей Конституции Греции. Устав, согласно своей последней статье, проистекает из императорских золотых бойтипиков, патриарших сегиулей, султанских ферманов, имеющих силу всеобщих постановлений и древнейших монашеских положений. Согласно уставу Высший законодательный и судебный орган монастырского управления Святой Горы, чрезвычайное двадцатичленное собрание, составляемое настоятелями всех 20 монастырей, собирается дважды в год. Спустя 15 дней по Пасхе и 20 августа в административном центре Кореи. Исполнительная власть на Святой Горе осуществляется Священным Собором, состоящим из 20 членов, каждый из которых представляет свой монастырь, распорядительная власть, отдельный комитет из четырех наблюдателей, состав который меняется каждый год 1 июня. Каждый монастырь бывает представлен в Эпистасии в один из пяти лет наряду с тремя другими в его группе монастырей. Старший член Эпистасии именуется Протеэпистатис или Назир, хотя в Греции есть епископ с титулом Иерисы, Святой Горы и Ордомириона. Титул имеет чисто исторический характер и никакой церковно-канонической власти на Святой Горе данный епископ не имеет. Статья 5 Устава гласит, не разрешается поминовение никого другого, кроме имени Вселенского Патриарха. Хотя в Пантелеймоновом монастыре при Патриархе Пимени практиковалось возношение имени последнего на богослужении, подобное было прямо запрещено в конце 1980-х. Греческое государство на Афоне представляет губернатор, находящийся в подчинении Министерства иностранных дел Греции. При нем есть небольшой штат административных сотрудников и полицейских. Его основная обязанность – наблюдать за соблюдением гражданского законодательства. Карий находится древнейший по преданию основанный в 335 году Константином Великим храм Успения Пресвятой Богородицы, неоднократно сильно страдавший от разрушений. В нем сохранились фрески XIV века. Святыня храма – чудотворная икона Божией Матери. Достойно есть посещение Афона. Положение женщин статья 186-я устава гласит, в соответствии с древним обычаем запрещается для любого женского существа ступать на полуостров Святой Горы. За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность от 8 до 12 месяцев лишения свободы. Правила пребывания для лиц мужского пола строгие. На территории Святой Горы запрещается носить одежду выше колена, плеч ярких расцветок, купаться, загорать, сквернословить и просто громко разговаривать, осуществлять фото- и видеосъемку. На Афон допускаются только мужчины любого вероисповедания, которым для посещения необходимо получить специальное разрешение. Диамоний Тирион Диамоний Тирионы бывают двух видов. Общее разрешение – индивидуальное разрешение. Впрочем, как правило, паломник с таким разрешением может беспрепятственно переночевать и в любом другом монастыре. Православные клирики, кроме того, должны получать предварительное разрешение от Вселенской Патриархии. Ежегодно Афон принимает более 1 миллион туристов. С 2008 года для распространения в двух почтовых отделениях Святой Горы под эгидой греческой почты официально выпускаются особые почтовые марки Афона. С надписью Агена Росаток Хиллас, монастыри и иные монашеские поселения. Каждый из 20 монастырей имеет статус Патриаршей Ставропегии. Со статусом монастыря на Афоне сопряжены исключительно имущественно правовые привилегии. Создание новых монастырей запрещено. Правящие монастыри в порядке официальной Святогорской иерархии. Великая Лавра, Ватопед Иверский, Хиландар, Сербский, Дионисиад минус 4, Кудлу-Муж, Пантократор, Ксиропотом, Зогров, Болгарский, Дахиар, Каракал, Филофей, Симона Петра, Святого Павла, Ставра Никита, Ксенофонд, Григориат и Сфигмен, Святопанте Леймонов, Русский, Констамонит. Населенные пункты Агиарос 22, 62, 19, 61, Виглагиус, Неос 12, Вулевтирия 11, Дафния минус 33, Корулия минус 4, Кария минус 241, Катунакия минус 36, Капсала минус 19, Карасия Святой Василий 27, Метанион Хурмичес минус 10, Дионисиад минус 48, Святопанте Леймонов минус 75, Ватопед минус 151, Дахиар минус 1, Исфигмен минус 10. 90, Зограф 23, Иверский, Греч, Йота Бета и Таро, Омега Нюш 62, Каракал 46, Кутулумуш минус 70, Констамонит минус 38, Великая Лавра минус 61, Ксенофонд минус 102, Ксеропотом минус 25, Григориат минус 88, Пантократор минус 26, Симона Петра минус 79, Тавра Никита минус 42, Филофей 56, Хиландар 62, Новый Скит 44, Прабатоморфону 26, 9, Скит Святой Иоанна минус 87, Скит Святой Троицы минус 40, Скит Святого Андрея Ватопедского минус 87, Скит Святого Дмитрия Ватопедского минус 16, Скит Святого Дмитрия 9, Скит Святого Пантелеимона 12, Скит Благовещения Богородицы минус 9, Скит Богородица 1 1, Скит Пророка Элии минус 0, Скит Иверон минус 7, Скит Великой Лавры 15, Статус. Помимо монастырей по всей Святой Горе разбросаны 12 скитов, а также калии, каливы, кофисмы и сихастерии. Последних много на юге полуострова и в местности Корулья. Принципиальное отличие от монастыря всех прочих поселений – отсутствие у них прав на участие в органах самоуправления и на земельную собственность, что ставит их в прямую зависимость от того или иного монастыря, которому принадлежит их земля. До начала 1990-х монастыри на Афоне были как общежительными, так и особножительными. После перехода в 1992 году пантократора на общежития все монастыри стали общежительными, однако некоторые скиты по-прежнему остаются особножительными. В 2014 году Константинопольский патриарх Варфоломеи призвал афонские монастыри ограничить количество монахов иностранного происхождения на Афоне, уровнем в 10%, а также заявил о решении прекратить выдачу иностранным инкам разрешений на поселения в греккоговорящих обителях. Продолжение следует...